Всем привет! Это история от Анонима. Вы, знаю, такое любите. Ставьте лайки, пишите больше комментариев под видео, это приветствуется для активности на канале. Сейчас я зачитаю историю от подписчицы, дам свои какие-то комментарии, взгляд, оценку и все прочее. Это не является зачитыванием истории на канале психологическим консультированием. Это мой взгляд, моя оценка какой-то ситуации, о которой меня спрашивают люди, в частности, автор письма. Для тех, кто планирует отправить свое письмо от Анонима, пожалуйста, пишите его так, как вы хотите услышать в эфире, без учета фамилии, адресов, явок, паролей и чего-то прочего. Я читаю сразу с листа то, что вы прислали. И не присылайте истории, которые вы уже отправляли другим блогерам для того, чтобы не повторялся контент. Здравствуйте, Галина! Эта история предназначена для YouTube-канала. Я хочу поделиться своим опытом, потому что чувствую себя немножко растерянной. История такая. Я познакомилась в приложении Tinder с турком, которому 32 года, мне 36. Он живет и работает в моей стране уже 6 лет. У него хорошая работа в одной компании, специалист в этой области. Действительно, он может очень хорошо зарабатывать. Мы встречаемся уже месяц с ним. И я могла бы разделить этого человека на две стороны. Одна мне очень нравится и приемлема, а вторая такое себе совершенно неприемлемо. Теперь о нем. Он проявляет ко мне внимание. Не слишком навязчиво, но достаточно последователен. Мы всегда встречаемся по его инициативе. Он звонит мне, когда едет на работу. Во время обеденного перерыва тоже звонит. После работы и вечера. Когда мы, если в эти дни вечером, да, когда мы не видимся. Он предлагает встретиться почти каждый день и не пропадает, что для меня, конечно же, важно, так как у меня был до этого негативный опыт подобных отношений. Он всегда на связи, не производит впечатления бабника или чего-то подобного. Хотя он получает очень много внимания, потому что он очень красивый. Он достаточно спокойный, сдержанный, но с хорошим чувством юмора. Мы постоянно смеемся очень много, когда мы бываем вместе. Он очень уступчивый. Если я что-то прошу, он делает без проблем. Он не употребляет алкоголь, другие вещества, что для меня тоже очень важно. Молодец, это хорошо. Он внимателен к моим эмоциям. Если я нахмурилась или огорчилась, он спрашивает, что случилось, и мы решаем с ним проблему. Я чувствую, что могу доверять ему и быть собой, быть открытой. Интимная жизнь у нас тоже хорошая. Он очень внимателен ко мне. Если я прошу его помочь куда-то, съездить со мной, что-то нам сделать, он всегда соглашается. Проблема в том, что наша встреча происходит либо на прогулке, либо у него дома. Мы встречаемся уже месяц, и за это время он ни разу не предложил, например, пойти поужинать, в кино, в театр или куда-то еще. Когда я приезжаю к нему, он предлагает чай, но без каких-либо угощений. Ни десерта, ни еды. Он никогда не спрашивает, голодная ли я. Был один случай, когда он спросил, и я ответила ему, что голодна. На что он отреагировал? Понятно, но ничего не предложил. У него дома самые дешевые средства для ухода. Мыло, порошок. Он даже не пользуется гелем для душа, только дешевым шампунем. Иногда он забирает меня после работы, и мы едем к нему, хотя это время ужина он не ест и не предлагает еду мне. Мы сидим голодные. Я не понимаю, он такой экономный или экономит только на мне? На мои предложения пойти куда-то поесть или в город всегда следует ответ. Я не могу есть в ресторанах, меня потом болит живот. Я не хочу идти в центр. Давай погуляем возле дома. Однажды я сама настояла на том, чтобы поехать в кафе. Он заметно нервничал, стучал пальцами по столу, по колену, нервно звонил кому-то. Он сказал, что будет пить только кофе и спрашивал, что это за место такое, да? Может ему здесь вообще не понравится? Мы платили каждый сам за себя. Хотя у него хорошая зарплата и высокая должность. Он однажды упоминал о каких-то там кредитах и, возможно, помогает родителям в Турции, так как оба его родителя на пенсии уже. Мать для него просто авторитет, и она ходит на свадьбы к родственникам каждые выходные. Ой, это нормально, денег на это надо. Я думаю, ничего себе, хорошо живут, наверное. Что касается моих эмоций, я уже почти три года одинока, и найти кого-то в нашей стране очень сложно, потому что по статистике очень большая разница между количеством мужчин и женщин. Интересно, в какой вы стране живете. Мужчин мало, женщин много, везде по вечерам в ресторанах почти одни женщины. Когда я с кем-то знакомлюсь, либо они нравятся мне внешность, либо не совпадают, либо человек несерьезно, а этот кажется надежным, неконфликтным, без вредных привычек, и мне с ним комфортно, безопасно. Но закрыть себя дома в 36 лет, сидеть голодной, я тоже не хочу. Что вы думаете об этой ситуации? Что я думаю? Что вы соглашаетесь, на то более-менее хорошее, что вам попалось? Мы расчлененкой в отношениях счастливых не занимаемся. Нам либо нравится человек комплекс, либо мы ищем другого. Совершенно верно. Подметили сидеть дома в запертии и голодной. Так и будет, если вы его выбираете. Выбирайте вы его по принципу, потому что он безопасен, не такой плохой. На самом деле, есть такая поговорка, мужик-то неплохой только. Он неплохой, только вот правда жадный, экономный. Тра-та-та-та вся история. Вот и выбирайте. Вы как бы хорошего или просто неплохого. Это просто неплохой, но не хороший, не идеальный, замечательный, суперский. Люблю. Всю жизнь о таком мечтала. У вас просто есть некое отчаяние, в поисках. Вы устали, вам хочется какой-то стабильности, безопасности и всего прочего. Он под очень многие статьи подходит, под ваши взгляды, под требования ваши к партнеру. Поэтому он такой вот безобидный, окей, нормальный. Но если мы берем его, его поведение абсолютно не свойственно для Турции. Турки, восточный народ, закормят, задарят. Еда – это вообще пункт. Еда – это, я не знаю, вторая религия в стране. Разговоры в Турции, смол толки, о еде. С незнакомыми людьми не знаешь, что поговорить. Поговори про еду. Накормить голодного – святое вообще дело. Оставить голодным гостя. Вам к гостю потом больше никто не придет. У вас скажут, ну, если иностранка, типа, о, холодная иностранка, странненькая, со своими какими-то национальными, может, там, культурными особенностями. Ну, не турчанка. Голодным… А я просто не представляю. Остаться голодным в Турции – это невозможно. Условно тебе бездомному плошку чорбы, супа, там, кусок хлеба, любой накормит, даст, последний кусок отдадут. Ну, голод, еда здесь – это вообще… И меня вот, я слушаю, я как психолог скажу. У чувака проблемы очень большие. Он очень закрыт. И второе – он патологически жадный. Не просто он экономит на вас. Он жадный. Жадный как диагноз, понимаете? Это если мы глубоко в психоанализ копнем. Что тут в момент происходит? Нарушение в анальной стадии развития ребенка. Зажимается, жадничает, тяжело отдает. Материальная любовь и все прочее. Смотрите, у него фиксация на еде. Когда турки вербальные, открытые, вербально-оральный тип, да, они отдают, говорят красиво, сказки сочиняют про любовь, в уши заливают, с едой кормят, голодный никто не останется. Еда, продукты, блюда турции, национальная еда – это как вторая религия в стране, да, они вот такие. Что у нас? Оральная стадия, род, вот это все вербально – это любовь, эмоции. Он внимателен к вашим эмоциям, но накормить он вас не хочет, потому что у него у самого есть пунктик по этому поводу. У него есть деньги, неважно, куда он их тратит. На себя, на родителей, в банковский счет откладывает, но на себя их вот не тратит точно. Он жадничает, он плохо отдает любовь, он плохо отдает эмоции свои, он плохо делится, он плохо не любит даже себя, на себя не тратит. Ну, все, все, ему надо вот… Нарушение анальной стати, чем хороши, да, особенности их? Они, вот, мы взялись в кулап, все, попробуй, разбей. Он плохо все вот взял, все плохо отдает. Почему я циклюсь на еде, и у вас такое, да, что вы почувствовали, заметили? Это про любовь, про род, курение, аддикции с этим связанные и все прочее, про род, РПП, питание, либо люди не едят, да, у нас анорексия, либо расстройство РПП, переедание, булими и так далее. Это все про род, это про недостаток любви, выражение эмоций, проживание, недостаток внимания и все-все прочее. У него, видите, он схватился, зажался, не отдает, и вот такая, я голодная, надо есть, ну, такой, и ничего не делает. Так что, если вы сейчас задаете вопрос, если мы берем психологию здесь, это ненормально для Турции, для их менталитета, для турок. Второе, он экономит не только на вас, и это не экономия, это патологическая жадность. Это часть его психики, этого человека, вот он такой. И заниматься расчлененкой вам не получится. Вы бы либо такого принимаете, закрываете на это глаза, как-то с этим миритесь, находите контакт как-то через это, находите, как взаимодействовать, условно начинайте сами себя кормить, сами за себя где-то, может, платите и все прочее. Если вам это нравится, да, устраивает в отношениях, делайте, вот выбор у вас такой. Либо мы это принимаем, либо отказываемся от человека. Вы не можете это просто очленить, кусок от него откинуть, тем более такой глубокий кусок в его мозге, у него и пунктик огромный. Чем это чревато в последствиях? Вы будете голодны, как вы все понимаете. Просто вы не хотите это видеть, потому что вам не хочется заново кого-то искать, он вам вроде бы как нравится, потому что у вас есть отчаяние в поисках. Разочарование может какое-то, устали уже от поисков. И вам хочется стабильности, безопасности, которую вы в нем пытаетесь сейчас найти. Чревато последствиями. Вы всегда у вас рассчитываете только на свои деньги. Второе. Везде за себя платить будете. Вам ничего не обломится, ни подарков, ни комплиментов, ни еды, ни продуктов. Нифига трат на вас не будет. Только условно умирать, скорее всего, начнете или что-нибудь такое. Что-то купит, да, здоровье, что-то такое глобальное. Хотелки, помады, подарочки 8 марта и все прочее забудьте. Следующее. Про детей, да, родите детей, замуж выйдете, та история будет. На них он тоже будет экономить. Как и на себя. Если он на себя любимого не тратится и сам не ест, и вас не кормит, то на детей подавно. Я к тому, что это пунктик в голове этого человека. Если вы с ним наступите в отношения, будете это все терпеть, убедите себя, что вам это окей, нормально, я скажу вам это ненормально, вы уже задаетесь вопросами, написали письмо для аэросбора вот этого, вам это не нравится. Вы сейчас с собой торгуетесь. Мне на это глаза закрыть, согласиться или продолжать эти отношения или все-таки расставаться. Вы хотите принять это решение на самом-то деле. Так вот, если вы принято решение с ним остаться, это в качестве сразу, потому что никуда не денется. Если вы переедете с ним в Турцию, гадалки, не ходи, он покажет еще себя хуже. Вы будете более небезопасны. У вас не будет там возможности работать в первое время, вот эти денег на хотелки, желания на еду и все прочее, да, и такое вот себе. Короче, будет трудно. И как ему много историй на канале, как и девчонки рассказывают, был один турок за границей, когда с тобой жил, женился, например, детей выродили, переехал домой, подменили просто. Как подменили? Родные стены помогают, семья, воспоминания, психотравмы свои и все прочее. И он как вот сыр в масле катается, показывает не самые лучшие качества, которые раньше сдерживались. Так что вот сейчас, если он там, не стесняется его за границей, патологически быть жадным, это явно пунктик и расстройство какое-то у человека, а не просто экономия. Представьте, что будет, когда вы введетесь домой, я вообще не представляю. У вас будет самая дешевая зубная паста и туалетная бумага. Вы будете покупать продукты в самых дешевых, некачественных магазинах с ужасным составом. Не важно, дети вы или хочу это здоровье, вообще наплевать. Он сам так ест, и для него это нормально. Значит, для вас всех это будет тоже нормально, вы ничем не выделяетесь, да? Все заработают, но хороший специалист, богатый, деньги есть, отдает мамочке, чтобы она ходила, развлекалась по свадьбам, золотишко дарила. А это не дешевое сейчас удовольствие на свадьбу, сгонит еще и прическу, сделать, ну, это ладно, платье какое-то, каждый раз новую какую-то одежду одевать. Ну, такое, знаете, это заходить на свадьбу и на мероприятия, это дорого. А раз она так развлекается, я понимаю, с каких денег она это делает. Ну, сыночек любимый поддержит, конечно. Он последний, да, смысл о том маме. И у мамы в приоритетах всегда будет, а не вы. Вы же на это сейчас соглашаетесь? Вы же знали, что будет самая дешевая бумага, зубная паста, и в кафе ты не ходишь. Ну, а фиг ли ты потом с меня спрашиваешь, я все маме отдаю, ты сейчас это все принимаешь. С чего ты решаешь, что когда-то на тебя пойдут какие-то траты, а не на маму? Или, условно, мы переехали в Турцию, я маме перестал денег давать. Да сфига ли? Она меня родила, вообще-то жизнь дала. Я ей обязана, должен, я ее люблю. Что, я плохой сын, что ли? А ты можешь пойти заработать. И ты знала, на что подписываешься, вот какой разговор, скорее всего, будет. Поэтому надежды на то, что будет что-то лучшее, изменится, нет. Это очень тяжелый случай, скажем так, индивидуально с человеком. На всех турок, пожалуйста, не распространять. Это вообще не характерно для турок, для их менталитета. Общайтесь, смотрите, присматривайтесь. Если у вас вопросик, в чем мне сейчас делать, и он вам нравится, продолжайте отношения, но не замалчивайте. Вы вместе там все встречаетесь. Открыто говорите, задавайте вопросы. Почему мы идем в кафе? Он говорит, мне не нравятся там люди. А вы говорите, а мне нравится. Ты не один в отношениях, в конце концов. Короче, вам надо говорить ртом, а не молчать, не промалчивать. Мы к тебе домой едем, давай заедем в магазин, купим продукт, приготовим ужин. А что нет? Я голодная, как он там, да? Вы ждете, пока вас спросят. А вы не ждите, вы говорите. Рассчитано на то, что вы рот не откроете, постесняетесь и совсем свыкнетесь. Я одно скажу, свойство мозга человека. Мы привыкаем очень быстро к стабильности. И когда у нас стабильно плохо, мы тоже привыкаем. И зато потом мы чувствуем, что это нормально становится. Стабильно плохо – это норма. Вот сейчас вы рот не открываете, боитесь его потерять, какой-то там показаться, расстроить отношения. Помалкивайте дальше, давайте. С чего бы он начал узнавать ваше желание, хотите вывезти или нет? Если вы сейчас об этом молчите, не заявляйте об этом, значит молчите, значит вас все устраивает. Молчание – знак согласия. И как бы у него вообще будет удивительно, что ты так есть захотела, продукты какие-то покупать, ходить куда-то. Ты же раньше этого чего не хотела, зачем ты сейчас тему поднимаешь? Поэтому у вас сейчас самое время не молчать, поднимать эту тему. Если вы будете ругаться, он будет вас не понимать. Вот он, пожалуйста, вскрывается, человек как есть. Вот эту проблему, преграду вы не переживаете. Вылезают в какие-то комплексы, патологии, скорее всего, какие-то у него есть. И, пожалуйста, расстраиваются отношения. Вы просто, может быть, не хотите это вскрывать, хотите промолчать и найти какую-то надежду. Может, что-то изменится, может, он просто такой экономный. Да какая разница, экономный или нет? Нет, но, простите, не накормить человека, позвать в гости. Мы не берем экстра про еду, турецкий менталитет. У них тема еды, она больная, она везде здесь. Вот они, вообще, у них поговорить, я говорю, смол, ток, про еду. А какие котлеты? Телек включаешь, очень много каналов, каналов, не программ, каналов, про готовку. И у меня муж залипает, у него выходной в воскресенье, он включится, прям после футбол, он смотрит, как готовит повар, ему нравится наблюдать процесс, смаковать. О, давай пойдем в ресторан, вот это хочу, сами готовить это не будем, пойдем поедим где-нибудь. Вот аппетит. То есть вот это про еда, аппетит, у турок, это вообще такая тема. Мы не берем это сейчас, да? Вот по вашему ментализету, гостеприимству в вашей стране, не знаем, кто вы по национальности, где живете, это нормально, позвать в гости чая, не налить, конфетку не положить? Вот у меня, например, в семье моей, в России, в Сибири, назовем так, да, то есть, можно сказать, сибиряки холодные, да нифига, сибиряки просто такие, знаете, титульное лицо держат, на самом деле, очень теплые в душе, и надо заздороваться, заобщаться. Потом рубашку последнюю тебе отдадут, да, я имею в виду, правда, сибирский менталитет, в частности. У меня друзья из других регионов России тоже очень, ну, я вообще не вижу особой какой-то разницы, да. Ну, допустим, если стереотип там о сибиряках какой-то есть. Короче, у нас это так не принято было. Окей, может, в моей семье накормить гостя, пригласить, угостить чаем, или пойти в гости с пустыми руками вообще не принято, условно, да. Это надо. То есть вы, условно, по свой менталитет смотрите, для вас это тоже, скорее всего, не ок. А про турецкий вообще мало. Что там, блин, если бы это кто-то турок узнал, его бы осудили, вот честно скажу. Вот кому турка, я бы сейчас пошла, рассказала такую, стой, прикиньте, у турок. Я за ним, знаете, что сказали? Как такое может быть, Алёга, что рассказываешь нам? Он же больной, нездоровый человек. Это вот признак просто ненормальности здесь, что это ненормальное поведение. Никто это не поймет, не разделит. Пальцем у виска покрутится, скажешь, ну, какой-то чувак с прибабахом, видимо. Так что мы так не делаем. И вообще здесь, я реально, у меня слов нет. Ну, для вас показатель, вы приходите на турецкий рынок и базар, да, что вам втюхали, продали, вас угощают едой бесплатно. Кусочек арбуза, дыньки, фрукты кусочком, оливочку, пожалуйста, туршрук, соленье, варенье, колбасы кусок. Блин, особенно с ребенком, когда я на базар ходила. Можно вообще дома не есть, а на базаре накормят. Попробуй только. Не обязательно что-то покупать, просто попробуй. Им приятно угощать. Ну, настолько. О чем вы вообще представляете, две разницы, какие же вы рассказываете про него и то, что здесь происходит на улице вообще. Делайте, короче говоря, выводы. Как психолог здесь вам скажу. Это трудный чувак. Не ждите, что будет лучше. Это очень глобально, глубоко. Меняться ради вас он не станет. Это его травмы. Вы только можете научиться это принимать и с этим жить. С ним таким. Изменить, прилопатить и что-то это там на травме завязано в глубоком детстве. Это очень тяжело. Это только если он сам захочет, а он не захочет, потому что придется рушить что-нибудь про родителей, какие-то свои моральные столпы, тревожность, без тревожности, да, уверенность. Короче, это очень глобальная история. Это очень трудно. Вы только можете принять этого человека или нет. Переделать вам ничего не получится. Просто, да, решите для себя. Вы хотите голодный и сидеть дома или нет. Ничего меняться не будет, к сожалению. Спасибо за ваше внимание. В инфобоксе под видео есть почта. Присылайте туда ваши письма. Записывайтесь на персональную консультацию ко мне, если хотите. Вам нужна консультация психологическая. И в комментариях под видео напишите ваше мнение, как девушки поступить в этой ситуации. Что вы думаете, как бы вы поступили. Так мне душе от продвинуться. Редактор субтитров. Вообще субтитров что-нибудь.